Осталось достаточно скрупулезное описание этого совершенно спокойного, умиротворенного человека перед лицом смерти. Потому что он уже все понимает про мир. И он счастлив, и его невозможно испугать. Почему я логику считаю это железной, которую предлагает нам Сократ про благо? Потому что, как психотерапевт, я знаю, что несчастья наши начинаются с требований. Впрочем, я могу и Будду призвать сюда в качестве моего свидетеля. Пока мы что-то ждем от мира, пока мы что-то требуем от него, то есть мы хотим внести в него некое свое волевое начало, мы будем фрустрированы и будем несчастны. Соответственно, только когда ты принимаешь мир, ты можешь быть счастлив. Соответственно, ты должен принять этот мир. Но принять все, что в нем происходит, не понимая, невозможно. И только когда ты его понимаешь, только когда для тебя он становится ясным, ты не будешь искать ни демиурга, ни, значит, дьявола какого-то разрушителя. Тебе не нужно искать обоснование происходящему. Тебе не нужно искать движитель, который заставляет мир двигаться и двигает его таким образом. Ты понимаешь его естественность, его неизбежность, его абсолютность в этом смысле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok